Вступительное видео. Подписчик дал мне идею, спросил, где платный контент. Я думал об этом, но, скорее всего, нет смысла в этом, потому что все-таки на минимум 50 тысяч подписчиков и просмотров все-таки много. Поэтому я предлагаю, у кого есть желание, кому видео по расхождениям реально полезны, можете оценить в виде финансовой поддержки и моего канала в том числе. То есть там неважно, 10, 50, 100 рублей, лишний раз там банку пива не купите. Я сам делаю иногда переводы. Вот два дня назад перевел с тиктока парнишки, он болеет ДЦП, он занимается спортом, короче, так конкретно. Кому, кстати, интересно, могу ссылку даже там сообщения потом скинуть на него. Очень сильно мотивирует, поэтому мне не жалко. В любом случае в этой жизни все возвращается. И как бы бесплатно, в принципе, ничего не бывает. Есть люди, которые занимаются благотворительностью, делают добрые дела, но для них тоже всегда какая-то польза с другой стороны идет, от других людей. Поэтому нужно уважать чужой труд, риски. Ну и все, что я хотел сегодня сказать. Все, поехали. Следующее расхождение. Всем привет, ребят. Ну что, идем в Северном море, Легов Норвегии. Солнце встало. Ситуация у нас тут нарисовалась. В общем, два судна справа идут. То есть одно начинает подворачивать. Они на расстоянии друг от друга, тут между ними небольшое, порядка 7 капельтовых. С Лисбрисом мы расходимся в одну милю. С Вилсоном. То есть они, получается, у меня остаются справа. Вот сейчас покормим, у меня будет проходить Вилсоном, Райн. Тоже так же, но поменьше, где-то 4 капельтовых. Оказывается, да. Через 18 минут. Достаточно серьезный снос. Вот. Сейчас я тут вертеть не буду сейчас никуда сильно. Я возьму сейчас немножко левее. Чтобы он видел сразу же мой маневр. У него сейчас 245 он держит. Вилсон. Он для нас более безопасность представляет. Будем наблюдать за ним. Для большей надежности сейчас вызову, чтобы уже точно договориться. Вилсон Райн. Вилсон Райн. Вот о высоке. Как обычно, все спят с утра. Жаба да вы. Ну, значит, его все устраивает. Скорее всего, он сейчас начнет подворачивать. Пока 245 так и держится. Будем смотреть. Идем на TrueMotion. В принципе, мне не мешает. Солнце сегодня вообще нереально просто светит. Прямо. Навстречку. Ребят, я никого не призываю нарушать правила МППС. То есть, левым бортами надо по уму, конечно, расходиться. Но здесь надо вертеть много вправо. Потому что мы им маршрут, так скажем, подрежем. Вот. Им придется удаляться. Даже человек не отвечает. Вызываю. Вызываю это, можно сказать, для вас. Чтобы вы понимали, что как бы не шару я гоню, да, на мастике. А именно исходя из своего опыта и логики, мы будем расходиться правыми бортами с обоими этими судами. Поставил, в общем, я тренировочку себе. Кстати, по поводу окон. Не забывайте их чистить иногда. Потому что, наверное, сейчас даже видно камеру. Пальцем протираю. Чищем. Я это делал не так давно. Две недели назад. Мы уже запылились. Хотя у нас и грузовых операций-то не было. То есть, на дневной вахте посвободнее будет. Буду этим заниматься. Потому что тонировку делаешь. И сразу же, как бы, обзор не очень хороший. Все равно пыль она закрывает достаточную видимость. Визуально мы их сейчас наблюдаем, да? Первый, второй. Один чуть побольше, там 130 метров, этот около 90 метров. Опасный. В данном случае, никакой паники никогда не надо создавать. У вас расхождение. У меня было 20 минут почти. Сейчас же 12 остается. Все так же держится. Курс у него не меняется. Почти в 7 кабельтовых мы расходимся. Этого достаточно. Более чем. Кстати, по поводу того, что не отвечают. В Гилсоне очень много людей, которые работают, уже давно должны стать старпомами. Тем не менее, они там свои 40-50 лет до сих пор сидят. Я, конечно, ничего не говорю, я тоже могу до этого возраста посидеть. Но вот эту как бы их наглость, не наглость, как его назвать, высокомерие, правильно, да, будет? Потому что они дофига знают, никто их не двигает. И не отвечают частенько именно с Филсоном. Там очень много людей, которые именно с пароходства работают. Если штурман, который там все-таки увидит в моем видео каким-то чудом, ну, знай, о тебе не очень хорошо отзываются. Потому что это как минимум некрасиво. Все-таки уважительно нужно относиться к своим же коллегам. Да и мало ли что, вдруг у меня, короче, желание появилось. Блин, не отвечает, там, запаниковал, давай вертеть вправо. Потом ты начнешь вызывать, а я тебе не отвечу. Вот как бы все возвращается. Один не ответил, потом второй не ответил. И вот так, и через раз не докричишься. Так что, ребята, отвечайте обязательно, когда вас зовут. Короче, не выдержал, в общем, помыл я окно. Чувствуете, да, немножко разница появилась? Ну, вот сама пленка уже, конечно, тоже в пыли. Ее еще в идеале протереть. Вообще, будет шикардос. Ну, все, вот наши два жабадава, как называют, да? Расходимся. Проходят они у нас чисто. Вилсон, Райн в 7 кабельтовых с половиной почти. Визуально наблюдаем. Ну, на этом, в принципе, и все расхождение на сегодня. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова